Привет всем! Добро пожаловать обратно! Варлок забывает убрать изображение с предпросмотра и включить окно игры. Эй! Привет всем и добро пожаловать обратно! Варлок проходит Into the Bridge. Мы продолжаем. Мы прошли остров. Мы прошли остров и мы сейчас будем покупать все вещи. Так. Окей. Остров мы прошли хорошо. Так вот, если вспомнить компанию, то мы, в принципе, разрываем. У нас целых 4 энергии. Мы живем. Вообще, живем живее всех живых. И у нас есть 6 корпоративных репутаций, которые мы сейчас потратим на покупку плюшек. Окей. Пассивный эффект. Мехи получают плюс 1 движение. Если начинают ход рядом друг с другом. Ха! Окей. Пассивка. Генератор пыли. Весь дым наносит урон вражеским... Вражеским юнитам каждый ход. Это, мне кажется, очень крутая штука. Если мы ее сможем посадить на мортиру. Но эту пассивку ее надо вооружать, я так понимаю. А как мы ее вооружим? Я так понимаю, что здесь всего одно место для пассивки. Окей. Знаете что? Давайте пока что пропустим. Оу! Мы можем продать некоторые пушки. Так, мы 100% продаем электрический хлыст, потому что я без понятия, как его использовать. Я не уверен, что я вообще его когда-нибудь смогу нормально использовать. Можно похилить энергию. Можно купить ядрой реактора за 3 репутации. Еще одна пассивка. Стабилизаторы. Мехи больше не получают урон, когда блокируют выезжающего... Ой. Выезжающего... Вылезающего века. Аааа... Не так часто мы это делаем. Хотя, может быть, тогда было бы делали и чаще. Но мне кажется, что не очень полезно. Кислотный танк. Вызывает танк, который... Который стреляет кислотой во врагов. Одноразовая. На самом деле звучит весело. Окей. Знаете что? Давайте купим... Давайте... Мне нравится идея кислотного танка. Мы его дадим... У нас как раз есть... Эээ... 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 Где... Где... Где кислотный танк? Где кислотный танк? Я купил кислотного танка. Вот он. Вот он. Да. Кислотный танк. И... Его теперь нужно... Включить энергию на этом кислотном танке. Поэтому мы купим... Мы... На оставшиеся деньги купим... Энергию. Да. Энергию. И у нас остается две звезды. Можно еще продать генератор льда. И купить еще одну энергию. И теперь мы сможем вооружить... Собственно кислотный танк. Установив два ядра... На... Нашего... На Ральфа. Но может быть кислотный танк стоит дать кому-то другому? Может быть кислотный танк стоит дать, например, Пьеру? Ммм... А... Авиаудар передать Ральфу. Да. 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 Мы сделаем именно так. Так. Потому что, смотрите. Какая моя логика. Кислотный танк это такая штука поддержки... Которая не всегда будет... Эм... Использоваться. А Ральфу нужно дать дополнительную возможность бить издалека. Но у него и так есть вот эта атака. Удар Титана. Кстати, который не всегда полезен. Я думаю, может снять эти две энергии и поставить их в здоровье и движение. Этот Даш, он не так часто полезен для нас был в прошлых боях. Давайте попробуем сделать вот так. Сделаем супер вот танк. Эм... С другой стороны, здоровье тоже, блин, далеко не всегда полезно было. Можно было бы сделать плюс два урона к его удару кулаком. Ух... Если бы я подумал об этом раньше, до того, как... До того, как потратил всю репутацию. И все ядра установил. Ну... Ладно. Ладно. Пока что это тогда так будет. Пока что будет так. Он все еще будет с рывком. Значит, у Пьера будет кислотный танк. Чтобы он... Хе-хе-хе. Что бы он не делал. И... У нас есть дымовая завеса у артиллериста Николая. Окей. Мы готовы. Мы потратили всю энергию. Погнали. Второй остров освобожден. Завершив два острова, вы открыли Пиннакл Роботикс. В следующих... В следующих играх вы сможете в любой последовательности открывать острова. Понял? Последняя миссия. После уничтожения... Ой. После освобождения двух корпоративных островов, последняя миссия становится доступной. Она... Эм... Сложность боя соответствует текущему прогрессу. Эм... Последняя миссия будет сейчас настолько же сложной, насколько она будет после завершения всех остальных островов. Освобождая больше островов перед последней миссией, вы можете увеличить свой финальный счет. Ха. Интересно. То есть, вот это последняя миссия. Вулканические ули. Хм. Интересно. Я понимаю. Я понимаю, о чем речь. Но мне кажется, что наша команда не готова к финальной миссии. Я понимаю, что миссия сама станет сложнее. Но мне кажется, что у нас слишком много утилитарных фишек. У нас сейчас есть... Мы практически не увеличили урон наших мехов, скажем так. У нас есть рывок, который... Утилитарная фишка. Он просто позволяет нам лучше передвигаться. Мы добавили себе этот кислотный танк, который вроде бы как урон, но какой-то кривой. И у нас есть иммунитет зданий к взрывам. У нас есть бомба, которая дает дымовую завесу. Но у нас нет никакого урона. У нас нет здоровья. У нас нет передвижения. Я думаю, что нам нужно еще как минимум один остров сделать. Например, вот этот. Поехали. Какой-то замороженный остров. С робот-человеком. Я думаю... Надеюсь, что вы сможете... Я надеюсь, что вы будете спасать и людей, и роботов на этом острове. Окей, понял. Всех спасать. Есть легкая миссия, которая нам пополнит энергию. И есть сложная миссия, которая нам даст много репутации. Какие у нас еще миссии здесь будут? Здесь репутация, репутация, энергия. Здесь две репутации, энергия. Окей, знаете что? Давайте начнем с... Давайте начнем со сложной миссии. Окей, погнали. Мне кажется, что мы готовы. Я говорил при этом 5 минут назад, что мы не готовы к финальной миссии. Но мне кажется, что именно к сложной миссии мы будем готовы. Это что за покемон? Альфа... Сарконожка. Прочный... Прочная... Защита. Прочная... Шелл? Как шелл? Прочная броня... Оу, оу, оу. Это на нее... Вот Псион здесь накладывает. Этот юнит имеет броню. Весь урон будет снижен на 1. Да-да, я понял. Это вот этот гад дает. Это Псион, который дает броню всем... Всем союзникам. Круто. А Сарконожка кидает кислоту. Понял. Все? Ясно. Так. Это что за покемон? Оу, этот покемон запутывает... Это усиленный Скорпион. Он запутывает и бьет на 3. Ну что-то мне это не нравится, пацаны. Так, а что у нас здесь за специальные клетки? У нас есть... Лес. И... Все. И вода. И никаких супер специальных снежных клеток. Окей. Окей, пацаны. Поехали. Ты. Я тебя хочу видеть на правом фланге. Ну и артиллерия, как обычно... Как обычно где-нибудь подальше. Ну, веки, покажите, что умеете. Нам нужно будет обязательно постараться уничтожить... В первый ход... Псиона. Иначе нам хана. Не понял. А это что за покемон? Пушечный робот. Ау, это наш союзник. Прикольно. Прикольно. Так. Значит... Ууу, я уже вижу интересный ход. Смотрите. Сороконожка стреляет в эти 3 клетки. Сороконожка ходит 4-й. Эх. У этой штуковины всего одна жизнь. Если мы староконожку оттолкнем на одну клетку назад, то она убьет этого чувака. Но этот чувак перед этим убьет здание. Нам это неинтересно. Значит так. Что в этом случае мы можем сделать? Вообще бы хотелось бы с Псионом разобраться. Очень хотелось бы. Ральф может убить Псиона. Легко вообще. Раз, раз. Убиваем Псиона. Хорошо. Дальше. Нам неинтересно защищать этого робота. Я плевал на него. Честно скажу. Если кем-то надо пожертвовать, я пожертвую вот этим роботом. Я так понимаю, что вот эти вот две лаборатории, они генерируют нам союзных роботов. Моя Цирилла хорошая. Что там? Что ты там? Мячик нашла. Так, кошка очень-очень волнуется за наш успех в игре Into the Bridge. Если мы... Значит так. План такой. Сороконожку оттолкнуть. Окей. Окей. Оттолкнем. Кроме того. Надо бы... Может мы ее вообще можем убить? Нереально. Абсолютно нереально. Ха-ха. Абсолютно нереально. Хорошо. Будем решать проблемы по мере их поступления. Ральф убивает... Ральф берет и убивает Псиона. Очень просто. Ральф убил Псиона. Все. Дальше. Артиллерия. Артиллерия. Наверное. Хотела бы подвинуть кого-нибудь или убить. Знаете что? Артиллерия поедет... Сюда. И убьет... И убьет товарища Богомола. Это не самый лучший... Артиллерия после этого окажется в неудобной позиции. Но у нее если что есть дымовая завеса. Для таких случаев. А Пьер тем временем выпустит свой кислотный танк. Я думаю, что это хорошая идея. Да. Все. Поехали. Приводим в исполнение. Не понял? Проблемка. Сороконожка стреляет. По прямой линии. Ха-ха. Будем знать. То есть она попадет сюда и по этим клеткам. Хм. Ну, для нас сейчас-то не проблема. Но на будущее надо знать этот момент. Один готов. Окей. Броню сняли. Теперь видите, куда сороконожка бьет? Хитро-хитро. Хитрая сороконожка. Мы могли бы ей урон нанести. Но мне кажется, что намного эффективней. А знаете, куда лучше поехать Николаю? Вот сюда. И то, что он сдвинет сороконожку при этом при выстреле. Это не страшно абсолютно. Ну, как бы ему будет неприятно. Но если что, он пустит дымовую завесу на нее просто. Угу. Ага. Угу. Окей. И финальный ход. Это. Это Пьер, который запустит кислотного танка. Хочет ли Пьер что-то еще сделать на этот ход? Куда он хочет переехать? Вы знаете, по-моему, у него нормальная позиция вполне. И, наверное, он не хочет никуда переезжать. Он просто стрельнет кислотный танк. И... У! Не-не-не. Мы можем кислотным танком заблокировать появление века. Сколько у кислотного танка здоровья, интересно? Я не знаю, сколько здоровья у кислотного танка. Я буду надеяться, что у него два здоровья и... Даже если этот кислотный танк просто умрет от блокирования, после того, как заблокирует спаун века, то небольшая проблема. У него один здоровье. Он умрет, если заблокирует. Но мы посмотрим. Я подумаю на этот счет. Так, смотрим, что он умеет. Стреляет кислоту, которая... Делает кислоту... Стреляет кислоту, которая делает кислоту. Гениально. И он может двигаться прямо на этот ход. То есть здесь у меня выбор. Либо блокировать... Либо... Кинуть кислоту, например, на этого жука. Мне больше нравится, если честная идея, все-таки кислоту нанести. Или мы можем кислоту положить прямо туда, где спавнится век. Но посмотрим, что делает кислота. На этом юните нанесена кислота. Наносимый урон будет удвоен. Ау! Кислота не наносит урона. Эх... Эх... Кислота не наносит урона. Она просто делает так, что этому юниту наносится двойной урон. Ладно. Ладно. Может быть... Ну, это был 100% неправильный ход. Я думаю, что надо было блокировать. Я думаю, что это была ошибка. И надо было блокировать. Но уже поздно. Да, особенно учитывая, какая тут сороконожка вылезла. Ну, это не сороконожка. Вау! Какую плохую атаку делает... Саранча. Прямо отвратительную. Наверное, самое время применить... Применить что-нибудь типа... Дымовой завесы. Так, а ты чего делаешь вообще? Ты, паука-танк. Так. Итак. Что происходит? Кислота, не кислота. Если мы... Так. Эта штука бьет на 5. Но она бьет только в соседнюю клетку. Кислотой бы классно было бы на эту сороконожку и раздолбать ее к чертям. Вообще нет. Эту сороконожку мы будем, наверное, дымовой завесой фигачить. Нам обязательно нужно сдвинуть жука с корабея. Это сделает Ральф. Скорее всего. Если Ральф двигается сюда, на лес, бьет жука с корабей, а жука с корабей улетает в кислоту. Очень хорошо. У нас остается два хода. Выстрел... Пьера отталкивает товарища. Отталкивает товарища сюда. Багамола. И у нас остается одна проблема. Это сороконожка. Которую как... Как мы будем разбираться с сороконожкой? Она стреляет сюда. А, ну если Николай просто отъедет, то сороконожка выстрелит в молоко. Очень, очень легко. Очень просто. Даже не надо дымовую завесу тратить. Более того, Николай может отъехать вот сюда. И убить при этом жучка. Ох... Сороконожка пускай сочет тунца. Даже... Было бы... Можно было бы даже лучше сделать. Николай мог бы подъехать сюда и... Толкнуть жука... Так, чтобы тот заблокировал спавана. Нет, он не может этого сделать. Никак. Ему надо здесь стоять. А здесь... Здесь будет кислота, во-первых. А во-вторых... Он не сможет оттуда стрелять. Не, это все равно самый лучший ход. Убить жука. Хрен с ним, со спавном. Сюда сороконожка стреляет в молоко. Замечательно. Дальше. Убиваем жучка. Он под кислотой. Ему нанесется двойной урон. Супер. Теперь танк. Танк накладывает кислоту на богомола. И Пьер его успешно отталкивает. Наносит двойной урон. Супер. Ну и последнее движение на сегодняшней вечеринке будет от Ральфа. Который просто толкнет его с корабея немного. И с корабея улетит к чертям в воду. Какой? Ральф. Молодец. Я не знаю. Скоробей, наверное, остановится перед тем, как в воду залететь. Но мы получаем ноль урона. Мы успешно завершили ход. У нас еще три хода до конца. Ух-та! Скоробей улетел в воду. Супер. Оу. Робот превратился в мега-робота. Э, оу. Не понял? Я уже что-то не совсем понял. Почему? Почему робот? Лазер-бот. Лазер-бот. А почему этот робот атакует моих типочков? Этот робот разве не должен быть нашим союзником? Я думал, что этот робот наш союзник, товарищи. Я был уверен в этом. Что, черт побери, происходит? Так. У нас слишком много гребаных врагов на экране. То есть, роботы, значит, враги. Потому что этот робот явно атакует здание. Капец. Хорошо. Ну, хотя бы сороконожка атакует второго робота. Окей. Эти двое, они друг с другом разбираются. Нам они неинтересны. Лечим следующие проблемы. Обязательно нужно убить этого богомола. Без вариантов. Ты кто? Ты еще одна кислотная хрень. Вау. Какая ты по счету атакуешь? Ты четвертая. Если мы просто Пьера уберем с дороги. То... Мы тебя можем убить, обдав сначала кислотой. И твой выстрел полетит в молоко, если мы убьем этого робота. Робота мы можем убить. У него всего одно здоровье. И мы можем убить его. Его используя Николая. Окей. Николай становится сюда. Убивает робота. Окей. Выстрел этой штуки летит в молоко. Но эта штука даже не доживет. Нам нужно использовать выстрел Пьера для того, чтобы убить вот этого гада. Очень жаль. Потому что здесь можно крутой маневр. Обдаем кислотой. Стреляем. Он врезается в гору. Умирает. Оу. Нет. Ральф может убить эту хрень выстрелом сверху. Точно. Да. 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 Какие заманчивые комментарии. Так. Окей. Окей. Делаем маневры. И, Ральф, ты еще знаешь чего? Ты тогда... В таком случае ты героически будешь блокировать спаун веков. Раз ты бьешь авиаударом, это делается вот так. Давайте еще раз. Все движения, чтобы я точно ничего не перепутал. Авиаудар убивает. Пьер отъезжает сюда. Сначала танк едет сюда. Стреляет. Обдает кислотой вот эту хреновину. Потом Пьер... Пьер едет на эту клетку. Стреляет. Убивает ее. И артиллерия убивает робота. Да. Начнем с артиллерии. Бум. Готово. Дальше. Ральф. Авиаудар. Бум. Готов. Дальше. Бум. Кислота. Пьер. Убиваем. Супер. Все. Мы снова получаем 0 урона. Мы блокируем спав на нового века. Мы нанесли хороший урон этим товарищам. Все. В полном порядке. Все. В полном порядке. Мы живем. Пока что миссия проходится отлично. Нам всего один ход остается пережить. И кстати этот ход нам не придется никаких новых противников бить. Нам только одного надо. Ну только тех веков которые уже заспавлены. Можем ли мы тебя как-нибудь скинуть в воду? Или вообще просто тупо убить? Подъезжаем. Например. Стреляем. Пьером сюда. Ты на одну клетку. Потом. Стреляем в тебя еще. Ой. Стреляем Николаем. Потом стреляем Пьером. Ты на две клетки. И никак. Но мы. И мы не можем. Мы не можем этого товарища никак убить. Поэтому знаете что? Нам один ход. Осталось всего дожить. Делаем все очень просто. Так. И. Кому у нас тут опыт нужен? Совсем опыт нужен. Но конкретно Пьер получит этот опыт. Все. Мы. Мы это сделали. Ну даже ходить. Остальные ходы делать смысла нет. Мы. Мы прошли миссию. Идеально. Мы получили всего один урон. О. Меху Ральфа. И это. Вообще не проблема. Абсолютно. И. Ядро реактора. Ядро реактора. Если вы не против. То я его наверное. Установлю. Можно сделать плюс два урона Ральфу. Вместо рывка. Кому еще чего тут можно установить? За два реактора. У. Может сделать. Тупкий. Кислотный танк. Еще и толкал противника. Это кстати. Хорошая. Звучит как хорошая идея. Да. 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 Эх. Но плюс. Но плюс два урона. Вместо рывка. Рывок тоже очень полезен. Да. Давайте знаете что. Толкание для. Кислотного танка интереснее. Поэтому мы установим сюда. И добавим танку. Толкание. И можно было бы еще два здоровья. Кислотному танку добавить тоже. Но пускай. Пускай у него будет. Пускай у него будет. Возможность толкнуть врагов. Это мне нравится. Так. Куда дальше? Пойдем убить как минимум 7 противников. Защитить завод по производству угля. Не знаю. Вот эта миссия мне нравится. Получить меньше чем 3 урона по шкале энергии. То есть мы получим 3 урона по шкале энергии. Это вообще будет капец. И защитить батареи. Нормально. Мне нравится. Получаем немного энергии. Немного репутации. Все в полном порядке. Какая гребаная туча врагов. Так. Мы хотим идти по флангу. Мы хотим их сталкивать в воду. Эта вода. Это то, что нам здесь может помочь. И ледяные бури. Помеченные клетки будут заморожены. В начале вражеского хода. Я вас понял. Ну я уже вижу пару типочков, которых мы можем легко столкнуть. В воду. Вообще легко. Эта сороконожка пойдет. Пойдет плавать. Гарантирую. Эмм. Кто еще хочет поплавать? Ну смотрите. Хороший ход это. Подъезжаем. Ну блин. Здесь все заморозится. Я хотел поставить артиллерию сюда. Выстрел. Сороконожка падает в воду. Этот двигается. Потом мы его еще толкаем. Он блокирует спаун. Было бы классно. Ну тогда у нас на следующий ход заморозится артиллерия. Что мне вообще не интересно. Хорошо. Другой ход. Пьерто сталкивает сороконожку. Вот с этим парнем надо разобраться. Да. А как мне с ним разобраться, товарищи? Ну, для начала скажем так, что Пьеру лучше все-таки выпустить кислотный танк. Потому что танк тоже может столкнуть сороконожку точно так же, как и он сам. Как разобраться с этим чуваком? Абсолютно никак, да? То есть даже если мы его толкнем, он без толку. Нет, мы можем его убить, если Ральф подойдет сюда и ударит его. Мы получаем один урон по... Мне кажется, что мы один урон по зданиям получаем на этот ход гарантированно. Практически гарантированно. Нехорошо. Нехорошо. А что если мы пустим кислотный танк, например, сюда? Подъедем сюда, кинем кислотный танк подальше, и он столкнет тебя в воду. Как тебе такая идея? Наверное, слушай, не самая плохая. Да, 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 да. Будем спасать здание всеми силами. То есть подъезжаем Пьером сюда. Кидаем кислотный танк как можно дальше. Кидаем кислотный танк подъезжает и скидывает товарища в воду. Замечательно. Следующим ходом нам нужно скинуть сороконожку в колодец. И это придется сделать Ральфу. Очень жаль тратить его выстрел на эту хрень. И он получит еще один урон от светлячка. Но тут тоже как бы ничего не сделаешь. Потому что артиллерия не может... Артиллерия не может ничего сделать здесь. Ну, мы можем использовать, конечно, дымовую завесу, но не хотелось бы. Поэтому да. До свидания. Так, и... Что теперь мы можем сделать? Нам еще нужно уйти артиллерии из-под атаки. Но это вообще не проблема. Здесь можно просто тупо на один ход назад. И что, потом? Еще неплохо было бы вот этого чувака столкнуть или просто убить. Но, опять же, замораживать артиллерию я не хочу. Что делает заморозка, кстати? Без понятия. Ну, я подозреваю, что она не дает юниту двигаться. Но, может, она и выстрелы блокирует заморозка. Но тут не могу сказать. Просто не знаю. Ладно, артиллерия. А, ну, как минимум, артиллерия может по один урона нанести вот этим обоим типочкам. Толкнув одного из них. Вот так вот. Ну, да, да. Это хоть что-то. Тоже, конечно, немного. И танк мы толкнули. Ну, да, ладно. Зато мы не получаем урона по лицу. А, да. Заморозка только юнитов замораживает. Она не будет... Эти штуки прыгают. Мне нравится. Мне нравится, как они прыгают. Так. Точнее, я ненавижу, как они прыгают. Здесь будет заморозка. Мы можем не трогать этого светлячка. Если не хотим, он замерзнет. Танк убьет... Кислотный танк сам разберется со своим противником здесь. Он скинет его в кислоту. Все будет в порядке. Окей. Что тогда делает артиллерия? Я думаю, что, кстати, хорошая идея. Артиллерия вместе с... Вместе с Пьером могут... Толкнуть... Могут толкнуть джука с корабель, чтобы он заблокировал спаун. Ральф на следующий ход замерзнет. Можно этого избежать, если... Если Пьером убить Богомола. Я думаю, что это намного лучшее. Прям в разы лучше. Значит так, Пьер. Гаси Богомола. Ральф. Тебе нужно выйти оттуда. О! И у меня есть идея, как мы можем сделать. Смотрите. Ральф подъехал сюда. Дальше артиллерия. Да. Артиллерия толкнула... Толкнула жука. И теперь Ральф его толкает и убивает. Вау! Какой молодец! Какой Ральф молодец! Эта хрень замерзает. Нам она не страшна. Ну и кислотный танк. До свидания, товарищ Богомол. Ачьивмент. Открыт. Мы не блокируем спавны. Я это вижу. Но мы зато уничтожили угрозы, которые у нас были в данный момент. Плюс у нас все наши фишки остались. У нас есть и дымовая завеса, и что хочешь. Чёрта и дьявола. Ууу! Всего лишь двое. Пожалуйста, стой возле воды. Благодарю. Спасибо за то, что стоишь возле воды. Так, здесь бы мне очень хотелось заблокировать спавны. Прямо жаждал бы. Что у нас всего два хода осталось, надо прожить. И не хочется рисковать. Поэтому... Так, ну во-первых... Во-первых... Не будем из... Знаете что? Не изобретаем. Не изобретаем Америку. Ничего не надо изобретать. Просто... Ты труп? Дальше. Что нам ещё надо сделать? Такого... Важного в данный момент. Знаешь что? Ты... Тоже труп? Тебя лучше убить кому? Пьеру? Пьер лучше заблокирует спавн. А знаете что? Мы можем два спавна заблокировать. Мы можем... Кислотным танком столкнуть тебя по пропасть. И... Блин. Надо было... Надо было сюда Пьера поставить, чтобы убить... Ещё убить эту штуковину. Ладно, пофиг. И блокируем ещё спавн... Пьером. Да, мы потеряем кислотный танк. Но у нас... Сможет заспавниваться всего один век. И... Он для нас будет вообще не угроза. Нам только один ход пережить осталось. Тут будет... А заморозка... Заморозка навсегда действует? Ау, заморозка она навсегда. Чтобы освободить из заморозки, нужно нанести урон. Понятно. Всё, с вами. Ясно. Ну, здесь опять же... Ноль проблем. Как-нибудь сделаем... Например... Знаете, как лучше? Лучше так. А потом, Пьер, ты можешь подъехать так, чтобы убить её? Эх. Хотел опыт Пьеру дать. Или кому-нибудь. Ладно, не будем... Не будем... Никакие опять велосипеды изобретать. Оу. Оно всё ещё живо. А, ну Пьер получит опыт, да? Оу. Не-не-не-не-не-не. Не надо стрелять так, чтобы урон зданию нанести. А, зданию не нанесётся урон, потому что здание заморожено. Оно просто разморозится. Да, да. Здание живо. И... Мой последний удар... Это... Бум. Готово. Всех... Все веки мертвы. Мы... Успешно завершили миссию. И получим сейчас всю награду. Нет. Мой мех заморозился. Что же делать? Только не замороженный мех. Бум-бум. Регион защищён. Йоу. Один энергии. Один репутации. Так. Ну, а следующую миссию, наверное, мы возьмём вот эту опять самую сложную. И мы её будем делать в следующем видео. Ну, а пока что. Я благодарю вас за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось этот видос. Если так, то нажимайте кнопку лайк внизу. Это будет огромная помощь. А я благодарю вас за просмотр. Мы увидимся обязательно в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.